Новосибирцы стали реже болеть туберкулезом. Правда, врачи пока говорят об этом с осторожностью, уровень жизни населения заметно падает, а значит цифры могут измениться в худшую сторону. Туберкулез по-прежнему остается социальным заболеванием. Надежде поставили диагноз туберкулез два года назад, после обычной флюорографии. Длительное лечение никаких положительных результатов не принесло, пока девушка из Амурской области не приехала в Новосибирский институт туберкулеза. Как я вот сюда приехала, мне взяли исследование, провели мокроты методом ПЦР и выявили устойчивость к рифампицину. И поменяли мне схему лечения, и благодаря этому у меня пошла положительная динамика. В этом отделении больше 50 человек с туберкулезом устойчивым к лекарствам. Пациентов с такой формой болезни становится все больше. Главная причина – недолеченные заболевания и появление более сильных микобактерий. В ряде случаев только лишь быстрые методы ПЦР-диагностики позволяют нам обнаружить микобактерию и, самое главное, определить устойчивость ее к препаратам. Лаборатории института активно развивают молекулярные методы исследований. Для того, чтобы определить бактериальную нагрузку в биоматериале, нужно всего несколько часов. Это помогает не лечить вслепую, а понять, подходит ли лекарство, и оперативно скорректировать схему терапии. Микобактерия, как правило, либо есть, либо нет, то есть выявлено, не выявлено. Но данная методика синтола нам позволяет выявить бактериальную нагрузку. В последние годы заболеваемость с туберкулезом в регионе снижается, но по-прежнему превышает общероссийские показатели почти в два раза. Одна из причин, как ни странно, именно новые технологии диагностики. В частности, и компьютерной томографии, и в частности, развитие бактериологической службы, ПЦР-диагностики. Все это позволяет диагностировать более раньше. Заболеваемость с туберкулезом растет параллельно со снижением уровня жизни. Сейчас, когда страна переживает экономический кризис, задача специалистов не улучшить показатели, а хотя бы удержать их на том же уровне. Елена Богатырева, Ксения Ануфрьева, Дмитрий Канн, Новосибирские новости.